Добрый день. Решение первой лабораторной работы. Условие приведено на экране. Решить графическим методом задачу линейного программирования. Для нашего случая это вариант 4. Проверить полученные результаты, найдя оптимальное и допустимое решение аналитически, используя табличный редактор Excel. И разработать словесную формулировку задачи линейного программирования с двумя переменными и учесть ее при составлении отчета. Вот как раз это текстовое описание сейчас больше даже для четвертого пункта у нас. Итак, сначала графическое решение. В любом онлайн графическом редакторе для построения графика в сервисе можно построить, ввести уравнение, которые у нас в условии задачи приведены, вот здесь вот в пункте 4. Мы их просто сюда вносим последовательно. Это обозначая x как x1 и y как x2 сюда, соответственно, вносим. Красная линия, вот она у нас проходит. Область под этой линией, это как раз множество решений этого неравенства. Аналогично синяя линия ограничивает вот эту вот область у нас. Зеленая линия ограничивает вот эту вот зеленую область. Фиолетовая линия ограничивает вот эту вот фиолетовую область. И на пересечении этих областей у нас образуется вот такая область. Я ее сейчас выделяю. И дальше мы должны построить функцию, которую мы хотим минимизировать по условию задачи Также напоминаю, что по условию задачи мы решение ищем в первом квадранте Где x1, у нас обозначено x больше либо равно 0 И x2, у нас обозначено y больше равно 0 То есть это вот в этом квадранте Если x и y равно 0, то очевидно z равно 0 И дальше мы увеличиваем z и у нас появляется вот такая вот наклонная кривая И увеличивая z, у нас она постепенно повышается, эта наклонная кривая И наконец здесь, вот эта вот оранжевая кривая, впервые находится на границе вот нашей найденной выше области Здесь я ее дополнительно обвел И как раз здесь достигается минимальное значение Потому что если мы будем дальше увеличивать z, то очевидно оно будет больше 13 Таким образом, решение нашей задачи x1 равно 1 Вот здесь оно И y, оно же x2, равно 4,5 Здесь, соответственно, я записал ответ Теперь аналитический способ Очень полезный, кстати, в вашей дальнейшей профессиональной деятельности Скорее всего, вам пригодится Здесь еще раз записали условия нашей задачи И, допустим, у нас вначале нет, конечно, естественно, никакого решения И здесь мы написали условия нашей задачи То есть вот эти вот функции записали Минус 3x Плюс 2y И аналогично здесь все вот эти уравнения Для того, чтобы нам здесь показать То, что у нас будет в правой части При данных значениях x и y Дальше мы Воспользуемся функцией поиска решения Я здесь ее уже дополнительно скриншотом вставил И мы оптимизируем целевую функцию Мы ее минимизируем Изменяя ячейки переменных b2 и b3 И здесь мы ввели условия ограничения В соответствии с нашими четырьмя неравенствами И дальше мы, например, с simplex методом ищем решение Вот, и оно находится у нас x, единица, y, четыре с половиной Соответственно, вот такая у нас задача На линейное программирование Спасибо большое за внимание Чуть не сказал подписывайтесь, ставьте лайки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok